Всех приветствуем, дамы и господа, вы на трансляции от Neon Lab, где сегодня мы комментируем для вас матчи, которые проходят в рамках противостояния под названием CSGO NetCup Season 3. Играет команда просто, и их соперниками на сегодняшний день стали FiveBalls. Кстати, примечательным будет тот факт, что для FiveBalls это последний матч в групповой стадии, им, конечно же, желательно его отыграть крайне-крайне хорошо. Сегодня на связи буду не только я один, со мной, как всегда, неизменно коллега Батусай, а пока я все это говорю, там уже полетели фраги, которые мы, конечно же, не заметили, а здесь по-настоящему лица начали украшить чехол импала. Остается последним чехол против троих игроков команды Pro100. Ижи оформляет интриг, и, в принципе, уже какое-никакое понимание у команды Pro100 имеется. Артист, хорош минус по Айвну, дальше Фларич играет на размене, должны давать сейчас хоть какие-то фраги еще парни с FiveBalls. Пять, просто две чёрки, остальные карты парни играют. Смотрим за тем, что будет, импала вместе с артистом, отличные фраги оформляют, красивый ранбушт, Фларич. Фларич, превосходный фраг поймал по импали на пробежке, далее погибает у нас чехол примерно от такого же красивого выстрела, и Фларич, как же он открывается, боже ты мой. Пайф босс, а что же это выход под точку... А, причем очень странный фраг, только что оформил чехол. Айван дает свой размен, но тут же деф, капитан команды Дмитрий вырубает артиста, размен от импау, и ты посмотри, насколько хорошо FiveBalls закрывает свои потери. Да, согласен с тобой, но не будем забывать, как мячи отыгрывали свой мираж против коллектива QB Fire, там просто их за дефенс закрыли, без шансов абсолютно хорошего их атаксили, но явно не ожидал здесь своего оппонента. И почему снова роль открывающего игрока на Дельпане играет бомбкерри? Бомбкерри. Бомба валяется у простого в ногах, и теперь надо банально закрыть игроков, которые попытаются пойти и забрать ее, в этом ничего сложного нету, прекрасно все понимают. Просто никто никуда не лезет, причем, смотри, один игрок находится на шорте, и, кстати говоря, этого товарища из шорта сейчас могут подкараулить. Так импало, очень аккуратно идет, так импало, топает. Импало топнул, и это слышал Джио, Джио понимает, где находится соперник, но как-то у него с переводом на ВП слишком проблематично, и в итоге мажет первым патроном Расим Валиев, остается по-прежнему еще один игрок на САЗ, и только что Джио запалил двоих. Бомбу забирает, а это значит, что у импало никаких шансов на взятие раунда не осталось по факту. У него 15 хп, времени мало, и здесь стоит кинзор, который выходить никуда не собирается. Жабой Пепе, он здесь находился, и даже в фулбанде импало забирает того самого кинзора, только лишь авангары. Сейчас у нас в турнирной таблице с семью победами и нулем в поражениях. Находится в статистике, у других, как мы можем понять, статистика будет хуже, потому что такая система, где каждый играет с каждым. Да, да, да. Стоит он с кольтом, его не чекает, конечно же, это было бы слишком гупо, и по одному выходит на Расим, и он забирает уже двоих. Остался еще третий импало. Это что за стульчик только что появился здесь? Но неважно, импало и артист у нас вдвоем против четверых игроков команды Pro100. Да, артисты также минусуют, Gio просто великолепен. Сегодня три фрага в этом раунде, действительно какие-то две табуретки. Но, видать, Pro100 поставили, чтобы подсаживаться было проще. Gio остается под шортом. Последний у нас импало, ну и в общем-то... Не баг какой-то сервера. Ну ладно, фэйк, то бишь, они не собираются туда выходить особо совсем, но зато гранаты потратили. Попытались они отвлечь внимание команды Pro100, но те не отвлекаются вообще ни на секунду. И вот Gio забирает уже чехла, забирает второго игрока, это был Аксель. Ну и дальше Gio косит еще и... Косит. А, и погибает еще... Gio, кстати, погибает от команды Pro100. Я думал, фраг был в другую сторону, но нет. Артист еще и дефа забрал, но Фуари стоит под Андерпелосом. И уже есть первый минус, есть второй минус, его не забирает. И Айван минус по Акселю. Последний артист. И здесь, к сожалению, моему большому что-либо сделать артисту будет крайне и крайне проблематично. Смотрим за Вячеславом, как он себя поведет. Как этими фрагами распорядятся команды, вот тут вопрос уже более интересный. Потому что ситуация 4 в 4 минусует, правда, еще и Акселя. Сейчас будет грязь на медлейне, деф просочился, дефа видит Руфа и рачнись, дружок. Не заметил он дефа, оказался капитан команды Pro100 сильнее, быстрее и ловче своего соперника. Остается теперь один артист и вместе с ним чехол. Парни выходят через пид, и, конечно же, их уже готов принимать как минимум Фларич, который все это время простоял, проторчал на дельпане. Получает в себя первые прострелы, но фраг делает чехол. Далее Фларич, один минус и моментальный размен. Остается все-таки артист и... А вот так они и играют ФФА. Чехол, минус по Фларичу, хороший минус, хорошее начало. Но, опять же, как это все будет реализовано? Второй фрага чехла, который без девайса у меня играет на трансляции. Айвон минусует артиста, дальше идет на пистолете Айвон и нашивает через дым, но Джио делает фраг Айвон. Как же он здесь соблажался в этой ситуации. Ну и все. Руфаер, руфаер, руфаер на шарте Кинзора видит, забирает Кинзора. Это был тег девятый, ты понимаешь, что это было? Это был тег девятого. А это, кстати, минус бомба. Ну вот да, кстати, от Джио есть минусы. Сейчас попытаются отыграть новичок коллектива просто за всю команду, которая, ну, действительно, как-то в этом раунде сыграла не самым должным образом. Однако, вот выпад от руфаера близко. Это было очень близко. Импала пытался угадать по дефолту, но Айвон стоял немного не в той позиции. В итоге, как он через эту завесу дыма смог сориентироваться, но не суть. Он забрал акселя, далее погибает чехол от рук Джио. Джио отстреливает просто по КД. В этот раз погибает его рук артист и последний импала Стефан. Стало сложнее, ведь на нем находятся двое игроков. Да, но тут у чехла сейчас... О, боже, как ему везет. Айвон в упор промахивается со снайперской винтовки. Чехол закрывает еще и фларича. Один Джио остается против четырех оппонентов. И импала знает, где находится Расим. Но это фраг по Джио должен быть. Так, импала сдает позиции. Джио все-таки на брит. Как же он сегодня хорош. Просто действительно божит. 21 на 3. 21 на 3, Карл. Ты просто посмотри. Это больше... Ладно, не больше, чем у всей команды 5-боллс. Но цифры плюс-минус схожи. Так сильно агрессивничать. Ну и это имеет определенный свой смысл. Однако, Айвон сегодня как-то не собран совершенно. Артист забирает его. Кензор также следующий у него на кону. Да, на кону его жизни. И мы видим, что погибает Кензор. За ним отправляются в Альгалу деф. И последний игрок это фларич в руках химпи 45-й. И против него руфаер. Но руфаер не сумел в этом случае. Посмотрим, сумеет ли фларич зацепиться. Сумеет ли латыш здесь сделать по-настоящему переворот. Переворот навряд ли, потому что все-таки 1-4 без диффузов. Но вот еще одного-двух убить, если пойдут его пикать мячики, вполне себе можно. Ну, пока что это выливается всего лишь в 3 забранных раунда. Но на кону четвертый, потому что импауа сносит Кензора, подобно Тайфуну. И вот ситуация 3 на 3. При этом двое игроков команды просто на пистолетах Айвон забирает Акселя. Но ему закидывает фаер, хотя это не вносит особого импакта. Это бомба ставится от артиста, и он вместе со Стефаном импалой сейчас будет ее контролить. Заход от простого... Да, причем импала-то пропустил Джио, как ты видишь, в джангле. И вот это может стать такой неожиданностью. Хотя импала справляется со своим противником. Айвон выходит со снайперской винтовкой 2 в 2. Ситуация издевается, как у одних, так и у вторых забирают. Боже ж ты мой, сыпется файвболлс. И не подставляя под угрозу какую-то дальнейшую тактику. Но в этом случае, посмотри, зашел Айвон у нас со спины. Он прошел уже через позицию андерпасса. И прямо сейчас найдет бомбу, хотя умереть файвболлс могут и до этого времени. Потому что здесь Джио стоит на шарте неизменно. И уже делает первый фраг. Далее от Айвона погибает артист. И мы с вами видим, что да, шансов у команды файвболлс уже по факту нет. Потому что бомба контролится. Все позиции также контролятся. И даже проход в окно в исполнении Руфаера может что-то принести. Но я не думаю, что это надолго. Здесь стоит у нас по другую сторону деф. Он выносит Руфаера. Последний аксель. И у акселя большие-большие проблемы. Большущие. Времени 40 секунд. Бомба валяется, в принципе, под четким надзором Айвона. И если только Айвон здесь не сплоханет, то просто этот раунд уже, по сути, в кармане. Айвон прекрасно видел своего противника. Открывается. Почему-то не выстрелил. Не успел. Один в один против акселя. И наускоп прям в голову. Айвона на миду. Он уже забрал первого импалу. Далее Руфаер дает размен при помощи своего ЮСПСа. И как-то очень робко просто выходит на точку А. Но выходит. Чехол делает еще один минус. Скинзор не успевает сориентироваться в кого же стрелять. В итоге решает играть против игрока на лестницах. Какую-то невозможную плюху вешает по акселю. И остаются вдвоем файвболс. Но при этом хорошая позиция от Руфаера. Сейчас будет... Айвона, посмотри, какая позиция божественная. В спину зашел. Первого забрал. И со вторым ему помог разобраться деф. Не могут обыгрывать даже сильные титулованные команды. Хотели бы увидеть сегодня что-то подобное. Но пока что как-то с этим не получается у мячей. И у нас начинается пока что выступление. В котором команда просто пока что по фрагам, знаешь, не сильно лидирует. Хотя девайсы у них явно были серьезнее. Надают в итоге Галила-Р. Также, я так понимаю, калаш. Но Флорис находит уже чехла. И остается Импала вместе с Артистом. Наверное, сейф в этом случае будет вполне себе приемлемым выходом из ситуации. Однако Импала, имея в руках USPS и ничего более за душой, пойдет и пропушит. Ведь ему терять нечего. Да, плюсу его. И, в общем-то, может быть он найдет какой-то минус. Сейчас так видит Кинзора. Но перестрелять в Кинзору задача явно не из простых. Мидл оказался для них довольно сложной линией. В которую они еще не прошли. Импала безошибочно забирает Кинзора. И в следующем погибает у нас, правда, уже игрок команды 5-болс. Это был Артист. Но и 3 на 3. Бомба, наверное, возьмется и пойдется. Возьмут бомбу и пойдут вместе с ней на точку Б. Так, не разобрались. Окей, все, пропустили Фарича вперед. Да, но при этом, смотри, 5-болс укрепляют Б-плент. Хорошая позиция так Импала. Забирается так Дефа. Информация по Импале естественная ошибка. Но есть одно маленькое, но это время. Которого не осталось совершенно. У команды просто и выходит уже Джио. Погибает от Акселя. Аксель идет спиной. Конечно же, к Фаричу. Он второго не ждал увидеть с одной и той же линии. Но последний минус и последнее сова за Импалой. Никто не получит, скорее всего. Импала минус по Айвуну. Хорошо подловил. Полетел у нас флешик. Видели прекрасно. Только что еще и Дефа, Деф падает Джио. В размен играет, забирает Импалу. И ситуация 3 в 4. Преимущество заклетим 5-болс. Бомба у нас пока что находится под Б-апами. И, скорее всего, просто будут пытаться туннелить ее именно туда. Ты, кстати, видел эту фишку, которую впервые сделали от Айвуна? Только что от Импала в исполнении. Он откидывает молотов на позицию джангла. И когда дым раскрывается у коллектива простого, откидывающегося с Т-спауна, он попадает на молотов. Он не делает еще один отскок. И таким образом он открывается немного раньше. И есть ванвей у Айвапера. Подымел свой эффект. Первый минус, как мы видели, Импала оформил довольно-таки быстро. Однако сейчас на Сруфай разбирает Джио. Остается теперь только лишь один. Тот самый Кензор. И мы все поражены его увидеть здесь на сервере. Однако, ух-ух-ух, как же у нас чехол только что прозрел. Выпад нужно делать синхронно и быстро. При этом нужно аннигилировать чехла так быстро, насколько это вообще возможно. Однако и Импала стоит у нас на джангле. Крайне неприятная позиция для Джио. Он против нее не отыграл. В итоге получил по себе фраг и последний деф с Ака 47-м. Но может постараться, ведь не так много соперников осталось. Всего лишь двое. Но у дефа там какие-то проблемы с подбором бомбы. Все-таки взял ее. Но Импала... Флорич тем временем забирает одного. Джио минус по чехлу. Апплэнд вскрыт. Бомба будет поставлена. Ситуация 5 в 3. И, в общем-то, коллектив 5болс проигрывает и он. Да, Импала делает фраг по Джио. Но, опять же, 2 в 4. Поставленная пачка. Есть товарищ со стороны Дельпен. Тут даже несется у нас и Импала. И, в общем-то, как-то сейчас господа из коллектива 5болс будут выходить на импровизированное выбивание. Минус от Импалы. Импала хорош. Разбирает еще одного. Ну, и остается против двоих. В руках у него ВП. Крайне тяжело делать у нас выбивание, имея в руках АВП. Но Импала не пайкует. Хотя в этом случае можно было бы. Айван забирает его не с первой попытки, но все же. И мы с вами имеем то, что имеем. 16-6 счет первого матча. Игроки просто одержали победу на нем. Ну, а мы уходим на маленькую рекламно-музыкальную паузу.